Считаешь, что маску на лицо можно наносить, только закрывшись в ванной, чтобы никого случайно не напугать? Уверяем тебя, ты просто не видела действительно страшных бьюти-процедур. Посмотри, на что шли женщины прошлого ради красоты. Замораживание веснушек углекислым газом было популярно в 30-е годы. Глаза и ноздри пациента закрыты для защиты, дышать приходилось через трубку. Это всего лишь фен. 1930-е годы с помощью этого устройства, изобретенного Максом Фактором, корректировали нанесение макияжа. Эта жутковатая маска нагревала лицо, таким образом усиливалось кровообращение, а кожа выглядела свежей. Антицеллюлитный массаж металлическими роликами. 1940-е годы. Женщина во время массажа ног, США. Костюм на Хэллоуин вовсе нет. Таким образом, женщины 1940-х годах берегли нежную кожу лица и рук от солнечных ожогов, так как санцезащитный крем еще не изобрели. Гламурный чепчик. Этот жутковатый шлем был создан, чтобы понижать атмосферное давление вокруг головы, имитируя условия высокогорья, почти как в Альпах. Прибор для вакуумного массажа лица. 1930-е годы. Женщина на процедуре вакуумного массажа, придающего гладкость кожи и прекрасный цвет лица. Косметические процедуры в 30-40-х годах 20-го века. Вы не поверите, как это выглядело. Так в салонах делались фруктовые маски в 30-е годы прошлого века. Ледяная маска от Max Factor. Женщина во время перманентной завивки волос. Так женщины были вынуждены сидеть часами. Немецкая женщина во время перманентной завивки волос. 1929 год. В 1936 году начали производить вот такие штуки, которые надевались на ночь и использовались для создания ямочек на щеках. Женщине хочется выглядеть красиво всегда. Чего только не вытерпишь, чтобы стать обаятельной и привлекательной.